Чтобы на пожарах не гибли люди, сотрудники МЧС снова в частном секторе. Проводят разъяснительную работу с жителями сразу двух улиц Фрунденского района. Именно на таких сходах представители чрезвычайного ведомства в доступной форме рассказывают правила противопожарной безопасности. Поясняют алгоритм действий при обнаружении возгорания, учат пользоваться первичными средствами пожаротушения. Местные жители уверяют, что о своей безопасности думают, и, например, электрические сети. Стараются не перегружать. По электроснабжению у меня всё выведено на электрощиты. Практически каждая розетка отдельно подключена на свой автомат. Каждый осветительный прибор на свой автомат. Если где-то замкнуло, автомат отключился, соответственно. После проведения схода с населением сотрудники МЧС и представители местной администрации провели подворовый обход домовладений на улице Гаршина и улице Восточной. В ходе рейда владельцам домов напомнили, что необходимо использовать только исправное обогревательное оборудование. Уходя из дома, выключать из розеток приборы, следить за исправностью газовых плит, котлов и колонок. Не оставлять маленьких детей без присмотра. В ходе встречи всем жителям напомнили телефоны вызова экстренных служб и раздали памятки на противопожарную тематику. К сожалению, не все граждане знают даже элементарно, как позвонить в пожарную охрану, либо вызвать какую-то специальную службу. По статистике на территории города Владимира зарегистрировано на сегодняшний день 611 пожаров. По Фронденскому району 165 пожаров. К этим пожарам относятся не только жилые дома, это и горение мусора, горение автомобилей, горение сухой травы.